Каждое утро в Сочи начинается с уборки улиц. Вот и на Донской работа кипит. Рабочие собирают опавшую листву и мусор, чистят дороги и тротуары. Насколько тщательно, проверил лично глава курорта. И первыми попали в его поле зрения торговые точки. К примеру, сотрудника магазина «Санэлит» надо лучше следить за санитарным состоянием прилегающей территории. Сухая листва, мусор и грязные витрины встретили первых клиентов и делегацию во главе с Анатолием Пахомовым. До открытия магазина ты должен привезти прилегающую территорию. Прилегающая территория 10 метров. Она не приведена. Витрины натертые. Что это за грязь такая? С Донской на улицу Чехова. И снова претензии к местным предпринимателям. А что ларек такой грязный? Его мыть надо? Не успели. Не успели? А штрафы выписали за то, что не успели? Обрушился с критикой глава курорта и на своих подчиненных. Покрасить лавки и фасады домов, отремонтировать бордюры, подлатать дорогу, убрать листвую мусор, скосить траву. Раздавал на ходу указания мэр. После проверил, в каком состоянии находятся дворы. В одном из них неожиданно наткнулся на источник живительной влаги. Что за вода? Я спрашиваю. Это где-то прорвало. Чистая вода идет. Как можно не знать? Чем дальше в лес, тем больше дров. Трава в человеческий рост, переполненные мусорные баки, зеленые уголки, украшенные бутылками, банками, пакетами, грязные подъезды. На этот раз вопросы к управляющим компаниям и самим жителям. Поддержание чистоты и порядка в родном городе. На их совести тоже. Если вы приберете возле своей квартиры, возле своего дома, возле своего подъезда, поверьте, от этого городская среда только улучшится. Ведь это было основным нашим олимпийским достижением, олимпийским наследием чистота нашего города. Еще одна, как выяснилось в процессе обхода, больная точка микрорайона Донской – сомнительные стройки. Так, на улице Гончарова по соседству с ИЖС растет многоэтажка. Есть ли на нее разрешение, еще предстоит выяснить, так же, как и на здании, строящейся рядом с кинотеатром «Юбилейный». В общей сложности глава обследовал три улицы микрорайона и пришел к неутешительным выводам. Чиновники, ответственные за Донскую, со своей работой не справляются. Если сравнить, каким он был до Олимпиады и каким он стал в период подготовки к Олимпиаде, это две огромные и большие разницы. Поэтому много сил, много денег, много вообще здоровья было затрачено на то, чтобы микрорайон привести в порядок. На сегодняшний день мы не оправдали надежды главы. Ответственные должны составить дорожную карту со всеми проблемными точками и приступить к их исправлению. На устранение всех недочетов – 20 дней. Навести порядок должны управляющие компании и сами горожане. Субботник также поможет преобразить микрорайон Донской.